Вы готовы, дети? Да, капитан! Я не слышу! Так точно, капитан! Кто-о-о-о-о-о-о-о-о? Кто проживает на дне океана? Смачбоб-скв-бэ-бэ! Жёлтая губка, малыш без изъяв! Смачбоб-скв-бэ-бэ! Кто побеждает всегда и везде? Смачбоб-скв-бэ-бэ! Кто так же ловок, как рыба в воде? Смачбоб-скв-бэ-бэ! Смачбоб-скв-бэ-бэ! Сквот-борд-сквепенс! 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 Ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха! Привет, друзья! С вами снова я, Дмитрий Егоров, и приветствую вас на канале Сквот-борд-шоп! Сегодня ровно 75-й раз, когда я без ошибок произнес Сквот-борд-шоп! 74-й раз, друзья! Порадуйтесь за меня! И порадуйтесь за то, что наконец-то эти майонезно-алкогольно-шампанско-мандариновые дни подошли к своему завершению! И мы вновь встраиваемся в рабочую неделю! Попадаем в струю, так сказать! А что такое струя? Струя — это жидкость! Что такое жидкость? Жидкость — это мировой океан! Что такое мировой океан? Это дно мирового океана! А кто находится на самом дне мирового океана? Да все знают! Там находится Спанчбоб уже 20 лет! Да-да, друзья! Поздравляем с 20-летием нашего замечательного чувака Спанчбоба! И сегодня мы будем говорить о его коллаборации с брендом Santa Cruz! Не переключайте ваши YouTube-каналы! Не откатывайте ваши скейтборды от телеэкранов! Итак, сначала погрузимся в историю! 1989 год! Америка! Молодой парень, у которого есть работа, он профессиональный морской биолог, он, можно сказать, ихтиолог, и у которого есть хобби он — аниматор Стивен Хеленбург решает создать комикс о мальчике, который живет на дне морском. Долго думал, как его назвать, и решил его назвать Спанчбоем. Начал рисовать этот комикс Вроде как он всем понравился и понравился настолько, что руководство канала Nickelodeon ему сказало, слушай, а давай ты сделаешь мультик про этого самого персонажа. Он сказал, я не против придумал замечательное название Спанчбой Эхой было первое название вот этого мультфильма и он начал его разрабатывать уже в 1996 году но во время разработки концепт немножко поменялся Спанчбой превратился в Спанчбоба добавилось к нему Squarepants, квадратные штаны и поселился он на дне морском В 1999 году состоялась премьера первого мультика про Спанчбоба. С этого дня прошло 20 лет Nickelodeon и Стивен Хеленбург на своем детище успели заработать 14 миллиардов долларов снять две полнометражные картины и сам мультик стал самым успешным проектом компании Nickelodeon Ну, помните, да, такие покемоны были? Так вот, в какой-то момент Спанчбоб стал популярнее, чем эти самые японские покемоны Создатель покемонов, когда это узнал два раза сделал себе Харакери промахнулся, конечно, но речь сейчас не об этом Речь сейчас о том, что если какие-то веселые у нас круглые даты появляются, как это было с улицей Сезам, когда им было 50 лет и сразу пошли коллаборации так и здесь, к 20-летию Спанчбоба, почему вы не сделаете интересненькую коллаборацию и коллаборация с брендом Santa Cruz была сделана чем эта коллаборация интересна она получилась не побоюсь этого слова монументально глобальной это не просто было несколько там каких-то галантерейных вещей нет, нет, здесь есть вообще все как, знаете, в программе SNL был такой персонаж Стефан, и он говорил вот так и здесь здесь есть все занимаетесь вы скейтбордингом вам что-то нужно, и оно есть в этой коллаборации я сейчас смогу спокойно аргументировать свои слова например, колеса пожалуйста, с чего начинается скейтбординг колеса, вообще под колесами все ладно, не важно колеса Santa Cruz Спанчбоб замечательные колеса, набор с нарисованными здесь персонажиками, сами они такого синего цвета, как бы намек, что это все океан и океанское дно здесь есть скейтборд для самых маленьких, ну, сами посмотрите, да, по размеру я сначала, когда подошел, я подумал ни хрена себе, какой большой, что скейтборд у меня в руках выглядит таким мелким на самом деле, нет, это, можно сказать для детей и юношества доска уже в сборе с всеми необходимыми вещами с логотипом Santa Cruz и с персонажами из Спанчбоба перед ней есть подвески подвески фирмы КРАКС известный бренд подвесок которые входит в одну группу компаний Santa Cruz поэтому мы можем, в принципе, сказать, что это тоже часть коллаборации с Santa Cruz короче, ну, не по это, не придирайтесь Спанчбоб подвески, кстати, они очень быстро разлетаются как нам сказали ребята, которые трудятся в этом магазине осталось всего лишь несколько штук если хотите прикоснуться к части истории пока еще у вас время на это есть вот такие замечательные подвесочки у нас есть круизер круизер не ландкрузер, конечно, японский от Тойоты но тоже хорошо он уже специально такого взрослого размера взрослого исполнения тоже с логотипом Santa Cruz тоже с персонажами из Спанчбоба грипп-тейп тоже здесь, кстати, с персонажами Спанчбоба кстати, даже отдельные грипп-тейпы есть тоже с этими персонажами простите за небольшую заминку нам только что позвонили из офиса и сказали озвучить размеры так как это важно один с половиной сантиметров я не могу больше окей, шутка хорошо, нас попросили назвать немножко побольше цифр про этот круизер и немножко побольше технических характеристиков и так на круизере подвеска тоже стоит кракс колесики у нас очень мягкие для передвижения быстрого по городу сам размер круизера у нас кто разбирается в унциях 8,7,9 инчей колеса, кстати, которые мы отдельно показывали Santa Cruz тоже мягенький тоже хорошенький размер 60 мм 78А и у нас есть еще несколько очень красивых дек из этой коллекции естественно, здесь есть бургер тот самый бургер, который делал Спанчбоб в мультике смотрите, с другой стороны какая интересная вещь Santa Cruz, кстати, написано тем же шрифтом, что и Спанчбоб ну, стилизованным мне этот момент очень понравился размер доски у нас 8 и, кстати, это доска с покрытием Эверслик то есть у нас есть несколько досок с таким покрытием у нас есть пират, который, помните, говорит сам кто живет на дне морском вот, тоже покрытие Эверслик если не знаете, это очень хорошее пластиковое покрытие для того, чтобы доска просто идеально скользила есть у нас еще две деки, про которые тоже сейчас расскажу дека с очень интересным, прям таким немножко радужным покрытием тоже с этой стороны у нас надпись Santa Cruz в принципе, в таких классических для Santa Cruz цветах и здесь у нас замечательные губку Боб прозрачные штаны ну, сами понимаете, да, мальчик живет на дне океана он даже не мальчик, он даже губка у него штаны даже квадратные как в Дикесе, о них, кстати, расскажем в следующих выпусках скейтов у него нет, приходится кататься на медузах уху! вот эта дека, кстати, размера 8,25 и еще одна дека, про нее тоже немножко поподробнее расскажу потому что это, на мой взгляд, очень интересное доказательство того, что данная коллаборация это не просто а давайте налепим спанчбоба коллаборация нет одним из самых ярких символов бренда Santa Cruz является скриминг хэнд кричащая рука это вот такая вот рука у которой есть рот и которая орет в принципе, если вы знакомы с продукцией Santa Cruz практически в каждой коллекции есть либо одежда, либо дека с таким вот, либо прямо уже скейт в сборе с таким вот силуэтом здесь очень хорошо обыграна губка Боб который представлен в виде вот этой кричащей руки скриминг хэнд с обратной стороны у нас здесь тоже такое очень интересное покрытие мне нравится, да, с одной стороны все равно здесь ты ставишь эту грипптейп но пофиг, все равно с этой стороны тоже сделаем красивый рисунок потому что есть люди, которые типа меня, они на этом не катаются они это на стенку вешают а здесь можно вешать и этой стороной, и той стороной как хочешь размер деки 8-125 я знаю, ребята, вам это важно кстати, да, можете сравнить насколько она отличается от вот этой детской доски у детской доски, кстати, размер я посмотрю здесь 6-75 намного меньше она ну короче, если у вас есть младший брат, которого вы называете мой младший брат можете подарить ему эту доску а перед тем, как завершить наш обзор вы, наверное, меня спросите ты что, совсем уже? почему конкурсов нет? где конкурсы? и я отвечу вам спокойно, спокойно конкурсы будут дело в том, что если вы еще не отписались от этого канала а я наговорил столько, что вы уже два раза могли отписаться, но вы не отписались у нас больше семи тысяч подписчиков хорошая цифра но мы хотим поднять ее до десяти тысяч и вот, если карета не превратится в тыкву и подписчиков у нас станет десять тысяч на канале то мы разыграем та-дам 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 вот такой вот лонгборд, пацаны то же самое Santa Cruz то же самое губка Боб квадратные штаны смотрите, он какого размера он больше, чем любой из представленных здесь скейтов а значит, круче у него колеса круче, огромные кстати, подвеска здесь а, нет подвеска здесь не Cracks, но тоже хорошая сэп бу-бу 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 булит? булеш? булеш короче, хорошая подвеска к ударенному коню в зубы не смотрят, друзья но вы посмотрите на этого коня это вот реально если бы я был ну, даже не важно короче, я бы сам на таком катался поэтому, если я вдруг его выиграю, ну, не обессудьте 10 тысяч подписчиков на канале, друзья и вот этот лонгборд может стать абсолютно вашим иншаллах понятное дело, что вы думаете, мы забыли про один важный фактор время но нет, друзья про времечко мы никогда не забываем мне очень часто, кстати в конце каждого часа говорят продлевать будете но это не важно короче, друзья у вас есть время до 1 мая если до 1 мая будет 10 тысяч подписчиков на канале то один из авторов комментария к этому видео мы выберем его рандомно честно, абсолютно рандомно вот поэтому, если вы меня увидите на этой доске не думайте, что это я сам купил за свои деньги мне теща подарила вот короче оставляем комментарий комментарий не должен быть спамом комментарий не должен быть каким-то одним матерным словом нет лучше всего предложите свою рифму без матерных слов как говорится гусары молчать на фразу кто проживает на дне морском а пока огромная благодарность за внимание спасибо, что смотрите нас спасибо, что задаете вопросы спасибо, что прощаете мне мое незнание каких-то скейт-терминов и реально говорите, что я прикольный крутой дядька стараюсь быть таким для себя и для вас тоже еще раз прошедшими праздниками готовьтесь к скейт-сезону покупайте все, про что я рассказал это реально крутая история и до новых встреч, друзья сквотбордшоп 76 раз без ошибки произнес это название развлечения сверху но не это не что не не Субтитры создавал DimaTorzok